Сегодня у нас в студии гость, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. С ней мы поговорим об особенностях работы ВРКБ, о нововведениях и итогах диспансеризации. Давайте для начала поговорим об итогах диспансеризации. Что можете сказать по этому поводу? Ну, хочу сказать, что за январь, по сегодняшний день у нас прошли диспансеризацию 4,5 тысячи человек, в том числе участники Великой Отечественной войны, 46 человек мы осмотрели. Но я хочу сказать то, что диспансеризация – это очень нужный и важный метод обследования диагностики заболеваний. За январь месяц мы выявили 10 случаев онкологических заболеваний. Из них, причем на первой стадии, это 8 случаев. Рака молочной железы 4 человека, колоректального рака 4 человека. Поэтому я очень хочу, чтобы наши жители услышали эти цифры. Цифры колоссальные. За такой короткий промежуток времени, пол января практически рабочего, выявить 10 случаев онкологии – это немало, немаленькие показатели. Кроме этого, выявился и сахарный диабет у 9 человек. Выявился и туберкулез легких. И, конечно, особенно у молодых людей, молодого населения. Сейчас вообще все заболевания молодеют. Поэтому мы призываем наших жителей, чтобы они приходили на диспансеризацию, диспансеризацию, обследовались. Не просто была введена она с 2019 года, что теперь ежегодно 40 лет все проходят диспансеризацию. У нас очень много записываются пациенты и не приходят на приемы. И получается очень много неявок. Если бы наши жители по каким-то причинам не могут подойти на прием, отменяли бы эту запись в личном кабинете, они бы просто дали доступ другим людям попасть на прием. Я слышала, что грядет ремонт взрослой поликлиники. Расскажите, пожалуйста, что ждет пациентов? Ну, что ждет пациента? Да, это наша очень такая большая проблема – ремонт взрослой поликлиники. Большая для нас стоит задача. Самое главное – расселение всех этих специалистов в другие амбулаторно-поликлинические структурные подразделения. Я думаю, жители города Видного и района здесь нас уже поймут. Мы не можем всю взрослую поликлинику переместить в детскую поликлинику. Одним из будет структурных подразделений, куда будет переезжать взрослая поликлиника – это будет детская поликлиника. Но не все кабинеты. Будут кабинеты и офисы более укомплектованы. Будут офисы врачебной практики, что у нас на строительной и на вокзальной. Это, конечно, временное явление. И все это делается, опять же, для жителей, чтобы им потом было комфортно приходить в ремонтированные здания, чтобы им было там уютно и комфортно. Я думаю, они тоже потерпят, так как и медицинские работники, данные изменения. Очень много обращений поступает сейчас в скорую медицинскую помощь. Как вы можете прокомментировать ситуацию со скорой? Да, конечно, скорая медицинская помощь, она не является структурным подразделением Видного и районной клинической больницы. Это отдельная юридическая организация, которая оказывает тоже медицинскую помощь в экстренных случаях и по неотложной помощи. У нас есть свое отделение неотложной медицинской помощи, которое оказывает медицинскую помощь нашему всему населению Ленинского района. Скорая помощь тоже передает нам частично вызовы по неотложной медицинской помощи на нашу базу. И мы их оказываем. Я хочу сказать, за вот этот период, за январь-февраль, в котором мы работали, мы оказали 15 тысяч случаев неотложной медицинской помощи. Если невысокая все-таки температура, или если нет температуры, или просто головная боль, мы просто призываем приходить в поликлинику, в кабинеты неотложной медицинской помощи, или на прием к терапевтам, или педиатрам, но не вызывать ни скорую медицинскую помощь, потому что все-таки скорая медицинская помощь, она оказывает медицинскую помощь при угрожающих состояниях. Если есть возможность, если такие симптомы не угрожают ни жизнестоянию, и они не являются неотложными, то чтобы они все-таки посещали врача в поликлинике. Спасибо большое, Елена Валентиновна. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Винновской районной клинической больницы Елена Динатулина. Спасибо.